здравствуйте дорогие мои друзья ну конечно нас пугают со всех сторон ужесточением карантина по телеку так и гоняют вот это вот что больницы переполнены что идет прямо такая волна но мы ну а почему она идет потому что люди несознательные а люди несознательные вот пенсионерам сказали сидеть дома рекомендовали им сидеть дома они не подчиняются вот сегодня значит первый день когда в москве заблокировали значит проезд пенсионерам и детям и 19 тысяч каких-то я бы сказал оппозиционеров которые попробовали воспользоваться своими карточками пенсионными и детскими и проехать как говорится за счет сергея семёновича собянина в транспорте 19 тысяч человек уже нарушители это представляете сколько штрафов можно собрать с каждого с 19 тысяч будем считать 20 по сколько там штраф 2000 вообще колоссально ну на чем хочешь на том наживайся вот лучшее мере дело штрафуй бери штрафуй за все что угодно придумай что там за что надо за то что слишком весело идешь штраф у нас стране не принято веселым ходить что это ты хочешь наверное поддатый или еще или может какие-то мысли нехорошие замышляешь думаешь смеешься в душе над этими телепузиками нашей полиции политики знаете на мишустином который действительно морда такая висик весельчака у из мультика или ну вот кто-то сравливы сравнивает его с доном корлеона но у того харизма а этот такой блин как его говнопух не тянет на на мафиози несмотря на такую что высокую должность ну видите оштрафовать надо оштрафовать это вот вот показывает знаете вот настоящую импотенцию власти вот просто они они трусливые мерзавцы которые реально ничего не могут делать кроме показухи кроме показухи они не способны на что знаете взрываются склады в рязани и там сколько там дней тушат пожары поселки там какие-то пострадали но не могут справиться рязани то рядом здесь все дороги есть здесь ваша мчс ваша армия ваши росгвардии где же они нет они не могут ничего пока само не сгорело не взорвало все что что все что могло сгореть и взорваться а вот тогда да мы потушили да хрен вы потушили вы просто стояли в сторонке и думали ну чё там и не все еще а потом заслугу себе знаете вот а тенденция это простая потому что все вот эти все вот эти хари так сказать в правительстве они же они же бывшие комсомольцы а помните вот кто жил советское время чем славился как говорится краснознаменный ленинский комсомол но не не основная масса людей потому что комсомоле состояли все в основном ну разве за исключением самых отчаянных как говорится бойцов меня кстати исключили из комсомола за некоторые проступки исключили это надо было еще постараться но уже в самом конце когда уже советский союз начал начал сыпаться но это умудрился я это там вляпаться в историю но ничего друзья мои сейчас не обо мне и вот эти комсомольцы я помню чем это было все я помню даже в школьной организации вот эти комсорги насколько они вот вся атмосфера наверно была лживая такая одна показуха у них была одна показуха им не важно внутреннее содержание им нужны были вот эти речевки им нужны были чтобы стенд был оформлен чтобы значок висел и вот эти вот бравурные речи мы пойдем мы сделаем и мы совершим вот это вот и так же осталось вот у них в башке вот это и осталось главное сделать на показ как раньше и в советской армии так было потому что тоже там много комсомольцев перед проверкой покрасите подмести и траву краской покрасить чтобы генерал когда он проезжал он видел что все ровненько все гладенько то есть внешне должно быть все идеально внутри гниляк ну и в конце концов эта конструкция получается всегда начинает сыпаться и почему-то мы дожили именно до того что вот эти показушники они пришли во власть и они по-другому не умеют делать они мы умеют да воровать ну это что достаточно легко когда ты сидишь у кормушки просто зачерпай и черпай из этого корыта ну и жри в три горла все даже не прикрывая это ничем они даже не могут прикрыть свое воровство вот тот же этот бордюрыч бордюрыч семенович собянин ну все видно понимаете вот уже годами все все говорят со всех каналов уже даже власти хорош это делать хорош ну хорош сейчас он перестал бордюры он начал там траву стелить под осень найти листу и траву застилает или цветочные горшки на этом значит бомбит типа красота ну красота то красота это понятно но зачем же столько денег воровать вот скажи семеныч зачем ты тыришь столько денег куда ты ты но это какая-то клептомания уже наверное забиты склады там я не знаю стоят эти поддоны с пачками не со слитками куда ну но ты их не сумеешь унести даже вот если будешь бежать-то зарубежно что-то унесешь то там у тебя все заблокируют америкосы у тебя сопрут все или куда ты их переводишь здесь все равно тебе закапывай в лесах но вот вот мой те совет закапывай приход придется самому потому что кто-то будет тебе помогать а у тебя видите а выше руки к лопате не привыкли тут куда ни кинь вам повсюду клин и вот он сидит на этом складе с деньгами и думает вот сейчас же придут и все возьмут все все что закоплено все что украдено непосильным трудом все пойдет прахом я представляю насколько поэтому и поддает но поэтому он и поддает вот представьте себя вот вы вы не знаете что такое большие деньги ну я не знаю это но представьте даже ну вот где вы живете там в каком домишке или комнатке вот я вот здесь сижу в таком домике деревянном для медитации у меня есть такой домик я его специально использую для таких целей и вот пес пришел даже он всегда любит разговоры о сергей семенович вы можете видеть только его так сказать тень ну вот представьте вы сидите у вас вот ну не чемодан денег ну тогда несколько чемоданом денег и вы думаете чё если раньше вам было спокойно думать ну чё мне тут чё у меня брать здесь а тут у вас деньги и вы думаете у уже и как говорится от отойти страшновато ну мы сейчас к этому а если кому скажешь там родственникам или друзьям сказать у я тут богат это давай сейчас а тяжело уже уже действительно рука сама собой сама собой потянется к заветному стаканчику или бутылки чтобы снять этот стресс вы бахнете вам станет немножко легче потом опять накроет эта волна и вы ночью не знаю с дубином с дубиной или с берданкой будете сидеть возле этих чемоданов истеречь так что поймите друзья мои положения нашего дорогого мэра что наворовано огромное количество огромное нам даже это не снилось это все все лежит и поток-то все время идет все время идет этот же процесс это производство воровства это предприятие по воровству и она работает эффективно а что делать ну москвичам надо замазать глаза чем салютами какими-то это нелепыми празднествами какими-то но сейчас вот масками прикрыть нам лица чтобы мы не говорили а лучше бы они бы еще с удовольствием глаза бы нам закрыли то есть прямо но к сожалению люди начнут страдать может быть падать без глаз конечно тяжело без лица еще ладно можно ходить а глаза пока нам не закрыли уши могут сказать вирус проникает через уши поэтому нужны какие-нибудь там наушники или беруши все будут ходить вот с этими и все вы поверите все равно придется поверить они скажут рекомендовал доктор мясников рекомендовал носить как говорится беруши затыкать уши чтобы вы ничего не слышали ну глазками по чтобы не попасть куда в прошла глазками смотрите общайтесь письменно или или как говорится знаками изучайте язык слепых а иначе все труба то есть эти эти козлы могут придумать все что угодно на эти да вот доктор доктор мясников я его всегда называют доктор мясников терра живодеров потому что медицинские медицинских его талантов я не знаю но его так сказать живодерские у него у него в его глазах огоньки вот эти адренохромные огоньки горят ну как не смешно власть импотентов и показушников на самом деле они не могут ничего вот заметьте они может быть и хотели бы но они не могут и в этом в этом может быть беда если бы была бы ну так сказать власть ладно ладно власть мерзавцев мы знаем таких много но хотя бы была бы армия была бы полиция даже вот полиция их полиция наш гнилая вот это росгварда гнилая то есть чуть-чуть что-то произойдет они же разбегутся вот пойдет там к примеру турция войной на вас до нас и чего ну если как примеру исключить что мы там ракетами не будем а вот так вот один на один чего это росгвардия она привыкла женщин дубасить эти следователи в погонах которые приходят не к бандитам а каким-то журналистам приходят и утром выпиливают дверь но вы постучите или позвоните вам откроют ну наверняка ну что ж вы не откроете если вы с утра пришли вы не бандит у вас там не не лежит там базука или пистолет или в этом не в розыске находитесь да и то когда вы глазок посмотрите вас как милиция открываете как это как это бывает найти советских фильмах откройте милиция ну что вы скажете ну может быть помечитесь чуть-чуть может быть там не знаю какие-то улики попытаетесь сжечь но наверное но они выпиливают дверь выпиливают дверь врываются к женщинам и детям кладут на пол лежать и лежать вот они так на борзы а вот представьте к примеру что в этой в этой квартире окажется не не женщина не журналист а реально какие-нибудь ребята такие знаете вот какие-то кавказы вот на кавказе заметьте там в каких-то местах вот бывают боевиков берут они дом расстреливают из этого из бтр и подгонять бтр и расстреливают дом потому что туда у них пороху соваться не хватает а здесь они до знают что идут журналистки что их не встретят там из обреза картечу вот тогда бы они вообще-то наверное не очень бы совались а так лежать всем лежать женщины там мужчины там в трусах отвратительно отвратительно власть дешевых импотентов а сделать леса не могут потушить ничего вот они обещают мы удержим рубль у нас стабильность мы мониторим ситуацию вот эти комсомольские мерзкие словечки мониторит а сделать мы ничего не можем мы сливаем воду говорим о каких-то штрафов вот кроме как штрафовать вот такие проверял и к власти пришли проверял и которые сами ничего не умеют не умеют сами не могут показать пример ну вот ты покажи пример что ты вот это проверяешь вот собянин издал указ что значит граждан которым больше 65 лет надо начать сидеть дома безвылазно но большинству вы уже вот в этой думе там там же люди все все в возрасте чё-чё их тоже надо наверное тоже на всех маски надеть и засунуть пусть сидят дома тот же собянин не знаю сколько ему лет но путин правда выполняет сидите в бункере прод без маски но что-то все время нам говорит да друзья видите много много слов наверное много лишнего но я понимаю что власти не спасу она просто не способна контролировать ситуацию вот на что это то есть все эти органы и они ну фейковые просто они существуют потому что мы даем им существовать мы верим что они действительно государства на на самом деле везде гниляк везде суда не работают здравоохранение не работает все эти если раньше найти можно было ну пойти к врачу и вас вылечит то сейчас врач вам поставить диагноз дофигу вам назначат десятки из лечений там узи к ты мрт там анализы вы прежде чем дойдете до какого-то лечения вам сделают это все а потом был еще скажу непонятно чуть у вас почему-то раньше было понятно а сейчас непонятно и в большой в большинстве случаев диагноз может быть тоже неправильно но это потому что уровень образования упал что вроде замылено много всякими красивыми фразами на деле нет ничего ладно с возмущением с возмущением друзья мои ужесточение режима нужно но нам ну наверное главное решили чтобы вы сидели по домам то есть получается народ то не нужен народ им не нужен народ им мешает только поэтому на все они всячески пытаются заткнуть посадить засадить чтобы сидели и не крякали лучше даже по улицам не ходите видите уже там разговоры что опять прекратить но между городами общение закрыть страну опять идем к тому же но друзья мои как вы думаете переживем вот этот 2 2 так сказать как это у них называется локдаун или нет я думаю переживем а они нет потому что мы умеем знаете нам много не надо а им надо они уже не могут без этого хорошим быстро привыкаешь все пока